Не можно, а нужно в пандемию. При этом маска сильная защита, если вы маску используете так, как мы ее должны использовать. Я имею в виду носить не под носом, не носить непонятные глобурные маски, использовать маски медицинские, которые мы меняем раз в три часа, и соблюдать социальную дистанцию, и все это залог того, что, еще раз говорю, это позволит пережить пандемию, и главное с ней справиться, в том числе и, возможно, справиться с мутацией. Почему? Потому что мутация во многом происходит из-за того, что не отрабатывается ответ, вирус циркулирует, изменяется. Но это такие мои поверхностные высказывания. Я думаю, что вирусологи в этой студии более подробно и детально смогут ответить на вопрос, почему вакцинация это не только залог прекращения пандемии, но и залог вообще прекращения мутации. И отвечая на вопрос, но во время же эпидемии ОСПы, помните историю, когда... Мы, конечно, помним, но если вы напомните, мы с удовольствием послушаем. Да, но когда царица своим примером в пандемию вакцинировала себя и детей от ОСПы, поэтому, еще раз говорю, у нас очень много исторических ответов на это, и у нас есть понимание медицинское с позиции медицины, построенной не на домыслах, про чипирование и так далее, а с позиции медицины, построенной на доказательствах, а почти 20 миллионов вакцинированных сейчас россиян, это уже достаточно большая цифра, большая база данных для медиков, которую можно анализировать, в том числе и те нежелательные явления, которые при вакцинах возникают, что я называю. Ну, например, припухлость в области инъекции. С формальной точки зрения это нежелательное явление, но когда мы на чашу весов ставим с вами припухлость и какую-то болезненность некритическую в течение 24 часов и риск тяжелого течения госпитализации, выделения, реанимации, я не сторонник запугивания, поверьте мне, я не сторонник запугивания, хотя для меня, как для анестезиолога-реаниматолога, казалось бы, это самый аргумент, который лежит на поверхности. Не верите, приходите к нам в реанимацию. Не сторонник этого запугивания, а сторонник все-таки разъяснения, убеждения и объяснения.